Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Славной охоты Славной охоты Удачи, задроты Благодарю, капитан очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность, варфейс, того раз НР легендарная сборочка на него. Мда. И есть у меня для вас, по нашей старой доброй традиции, отличенький анекдот. Анекдот такой. Семен Маркович, как мне быть? Жена каждый день хочет секса, ты же понимаешь, я в возрасте. А, Абрамчик, а я тебе говорю, говорю, не бери в жены молоденькую, да при этом еще и страшненькую. Тебе с ней даже никто не поможет. Да, так оно и бывает. Играем мы с легендарной сборкой на Товар СНР. Не знаю почему, но разработчики решили добавить на этот ствол модификации. Да, я собрал сборочку и, прямо скажем, она меня пока что радует. В кавычках. Радует, потому что я с ней гну. А вот если такая сборочка будет против меня, я сомневаюсь в своей радости. Очень сильно сомневаюсь. И сегодня мы будем пробовать ее in action в режиме выживания. И посмотрим, что из этого получится. О, кто-то тут стреляется рядом. Так, надо бы заглянуть, заглянуть. Там жетон лежит слева. Интересно, его охраняют или нет? Опа! Да. Сочно! И прочно. А, вон голубчик. А, вот так вот, мой сладкий. Да, вот так оно и бывает. Нет, сон! Нормальная такая сборочка на пистолет Макарова. Да я вообще охренел. Темп, да и урон. Это что такое вообще? Не, я знаю, что его улучшили. Вроде как отдачу снизили. Но я не думал, что такую сборку на него кто-то уже придумал. Нифига себе тема. Опасно, прямо скажем. Что-то как-то не знаю. Может, просто так оно лагануло, мне показалось. Но, по-моему, он убил меня слишком быстро. Сверх быстро. Непорядок. В принципе, с модификациями вообще не все в порядке. Точнее, все не в порядке. Я это уже понял. Так, ладно, посмотрим. Добровольцы, у нас научный эксперимент. Во-во-во-во. Фига себе, у меня почти все хп снял. Это что, с Макарова так, что ли? Да вы шутите? Я не знаю. Такого я не ожидал. Кто-то здесь, по-моему, идет. Готов, мой слоненький. Тихо, тихо, тихо. Вот так, 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 так. Ну, ни хрена себе. Он что, с двух пуль убивает? Ты знаешь-ка, наверное, некоторые броники слабы из двух. Тут получается, два выстрела, это более 400 урона. Это очень много. Ну, во всяком случае, убивает он очень быстро. Да, наверное, два-три попадания. Три, наверное, в среднем по хорошим броникам. И все. Как тебе, кстати, вообще режим выживания сейчас? Выживаем. Да. Если честно, друзья, режим выживания, это топовый режим. Это тот режим, за который я ратуюсь, чтобы он стал режимом соло-РМ. Да, именно так. Я не про этот соло-РМ, который с рандомами тебя закидывает. Один управление осваивает, второй гнуть умеет, третий вообще непонятно, чем занимается. Четвертый матом в чат орет. Нет, соло. Полностью соло рейтинг. Отдельный. На соло-режиме выживания. Это было бы великолепно. Я не понимаю, разработчики, почему вы этого не делаете? Уже многие люди об этом пишут, хотят, как бы, какой-нибудь действительно в соло-режиме соло-рейтинг. Почему нет? Почему нет? Я не пойму. Вот ты мышь грузовая. Хочешь за счет жетонов победу одеть? Да, почему нет? Это классно. Это душевно. Я считаю, это отлично. Ну, как бы, а зачем жетоны? Это дополнительный, кстати, элемент тактики здесь. Жетон можно взять. Жетон можно охранять. И так далее. В общем, режим великолепный. Единственный, пожалуй, его существенный недостаток этого режима, это полное отсутствие баланса классов. Два класса, медик и инженер, здесь, ну, в принципе, нафиг, я считаю, не нужны. Хэтшот, бэйби! Югят! Оу, да, да! С почином, Рочина! Благодарю, Днарино. Снайпер здесь имба. Ну, в принципе, как и на большинстве режимов. А штурмовик, ну, в общем-то, неплох. С некоторыми пушками и с прямыми руками и на определенных катах можно, можно гнуть. Вообще, режим можно было бы развивать. Вот. Ну, это бред какой-то. Как будто колесо 14-го года. Да нет, ты знаешь, по-моему, даже лучше, чем колесо 14-го. Это очень годно. Это очень годно, ну, в кавычках, вы понимаете, да? Это очень плохо на самом деле. Вот. Гнуть приятно. Когда тебя будут гнуть, ты радоваться точно не будешь. Ну, это не бред. Да, сука. А если выживание сделают соло-РМом, ты будешь задротить? Да, буду. Отвечаю. Это, наверное, единственный способ сейчас сделать так, чтобы я в Warface вообще как бы все бросил, только в Warface задротил. Ну, может, еще Сталкер там снимал немножко еще чего-то. Ну, прям задротил бы в Warface. Вот так, мой сладкий. Прямо, отвечаю, я бы очень много играл в Warface. Прямо, ну, наверное, почти как былые времена, когда я в день играл там по 30-40, а то и 50 мясорубок. Ну, наверное, столько бы не играл, но много, много, очень много. Я думаю, я бы на этом выживании проводил бы часа 4 в день точно, а то и часов 5. Прямо с удовольствием. Опасная позиция. Я знаю, тут кто-то шуршит где-то недалеко, кто-то тут бегает. Поэтому... А, вот он. Не, ну, медикам играть здесь я не знаю, это мазохизм какой-то. Нет, если... Да ну нах! Чует мое сердце, до добра эта система модификации не доведет. Да не говорим. Макаров какой-то убойный стал. Того РСНР, как в новые времена имба. А что будет дальше, Рокутанин? Не знаю, что будет дальше, но разработчики, вы что-то как-то это, я не знаю. Вы бы хоть сами играли, реально, у вас вообще какого-то критического мышления, что ли, нет? Это плохо. Это зачем? Это чтобы люди убежали из Warface, он туда получится. Только куда они убегут? Только не говорите, что World War 3. Это если вы на это рассчитываете, типа, люди отсюда отсеются и туда побегут? Ну, как бы я на вашем месте на это бы не рассчитывал особо. Это затея так себе. Отшот, деточка, да? В общем, я не понимаю вас. Я не понимаю, зачем вы вот прямо так, ну, прямо вообще не слушаете прямо. Вот именно в таком виде она и будет. По три слота прям модификация. Ну, это очень жестко. Вы же сами прекрасно должны понимать, это сбалансировать невозможно. Это, не знаю, идиотизм какой-то, ну, серьезно. Это плохо закончится. Зачем тебе World War 3 не нравится? Кэп, почему она мне не нравится, это мое дело. Я еще играл в нее, когда большинство людей о ней не слышало. Когда только-только-только она в стиме появилась. У меня тогда были претензии, и сейчас их стало чуть-чуть только меньше. Но дело не во мне. Дело в том, что люди не пойдут играть в симулятор глобальных сражений, где есть еще командный бой, опять же, тоже на слишком больших для него картах, после Warface. Это совершенно разные игры, вот в чем дело. Если бы World War 3 был командным тактическим шутером, там, там, с подрывом, с рейтингами, ну, с мясорубочками нормальными на маленьких картерах, там, с командными боями такими же, тогда другое дело. Ну, это совершенно другая игра. Это все равно, что надеяться, что люди массово свалят из Warface'а в какой-нибудь новый проект типа Таркова. Ну, это же глупо. Это совершенно другая игра. Игра-то может быть и ничего, там, World War, как бы. Кому нравится, кому нет. Вот. Ну, а что, люди побегут? Не думаю. Голубецкий хитрый. Вот так вот. Да. Давай, давай. Вот так вот. Взял жетончик? Красава. Молодец. Молодец, голубчик. Все правильно сделал. Не, ну, идет очень убойно, ребят. Такое ощущение, что у тебя луч смерти. Да, в принципе, это и есть луч смерти. Вот реально, это вот такой сборочкой, это тот самый Тавор СНР. Вот. Которого все боялись. Никто не знал, что с ним делать. И который в итоге из игры вообще выпилили. Сейчас. А он тут еще был. Кто-то тут шуршал. Да ну. Ну это вообще. Ну это, блин. Это как понимать, что это за Макаров такой? Сигзавр лучшие времена просто сосет. Я не знаю, это беспредел. Тихо. Вот так вот. Ну и все. Вроде справились. Что ж, красавчик Ебутенький. Благодарю. Если ведут РМ на выживание, я чувствую, Лиги до пятой, может быть, ты и дойдешь. Сука. Ну ладно, будем считать, что это комплимент. Леди джентльмены. Другие подруги. Ну, в принципе, неплохо мы сыграли. Отлично понагибали. 26 фрагов, 6 кончетов, где ЮАЗ ОУН, 2.6, 31% меткости. Того же СНР явно вернулся. И я думаю, что большинство этому рады не будут. Но наши разработчики, они как бы молодцы. Им виднее. Макаров, которые перестреливают часто снайперов, это тоже интересное решение. В общем, знаете, как я вам скажу, дальше будет только интереснее. От интересных решений, типа ввести соло РМ на режиме, скажем, выживания, наши разработчики отмахиваются. А вот вводить по три слота на модификации, они все-таки решаются. Не знаю почему. Да и фикс снайпера, что-то у них затягивается. И если честно, я думаю, его так и не будет. В общем, на этой позитивной ноте мы и закончим. Если вам данное видео понравилось по каким-то причинам, ставьте лайки, по желанию как хотите. Яки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Играйте в хорошие игры. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok